Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Мануэль, и мы продолжаем играть в вариант Омега-2 Холодное лето 2014-го, какое же длинное название, я постоянно его забываю и мне его трудно произносить Итак, сейчас мы с военным направляемся назад на территорию военной базы Не той, что вертолётная площадка, а... Эй, как ты залез-то? А городка маленького Возвращаем его, так сказать, на место дислокации Посмотрим, что нам скажет, какую награду, может быть, даст Тот самый командир, который нас послал за ним Мне кажется, никакого, он же сказал, типа, услуга за услугу, ты мне найдёшь этого Только-только не сквозь решётку Фух, я думал, он сейчас сквозь решётку пройдёт Вот, а он мне даст удостоверение, ну что ж, понятно, давайте пойдём Ой, какая счастливая картина Вот, принимай бойца, капитан, возле бара его какие-то залётные типы обидели малость Так я заступился Заступился, говоришь? Ну-ну Ладно, сержант, иди, потом поговорим Спасибо тебе, Кайдановский, за парня Да мне бы пропуск за месть, спасибо Как обещал, пропуск на время работы у Панова уже готов Думаю, что теперь сможешь решить все свои проблемы Благодарю, капитан До встречи Что ж, после этого нам надо зайти к учёным Потому что он меня звал Да? Как только получишь пропуск, иди ко мне Так я тут Всё, пропуск у меня Ну тогда получай первое задание Работа несложная, надо собрать все датчики, которые мы установили неделю назад Всего их четыре Как только они все будут у вас, сразу же несите их мне Так как центр срочно затребовал предоставить с них показания А эти датчики по всему Восточному каньону искать надо? Вам, конечно, побегать придётся, но их координаты уже есть в вашем ПДА Так что много времени это не займёт Но это другое дело, а то я уже испугался Так, я бы хотел тебе продать Он тоже не берёт ноги Никто не берёт почему-то ноги Руки А вот пистолеты можно ему продать Чем мы и займёмся Вот и первый датчик Да, придётся побегать нам по всей этой локации Я даже предлагаю, знаете, что сделать? Для начала зайти за машиной Так, наверное, и поступим Датчик номер два Вот так вот простенько валяется тут С картой ПДА Остался пос... А, да, куда там последний? Ещё целых два датчика Второй тут неподалёку Отлично Третий датчик И сюда И последний, наконец-то, где он? Я уже замучился бегать их искать Ооо, ещё бы дальше засунули куда-нибудь Ну ладно, поехали Последний датчик Доложить Панову Да Теперь Надо вернуться Вот так вот Теперь у меня есть работа Я буду бегать и выполнять различные поручения Учёных Не самая приятная работа Но, тем не менее, хоть что-то Смотрите Кого я нашёл Крохобор Был тут совсем недалеко Вот в этой Деревушке Да, теперь с ним поговорим Потому что, ну, по сути-то, я ради него пришёл в зону Давай, толстый, выкладывай Ну ты страшный, слушай Здорово А, явился, не запалился Здорово, мироед Давно не виделись Ты никак соскучиться успел? А то меня только ночные кошмары мучить перестали Как твой месседж приходит Дело-то хоть стоящее А то мои услуги стоят дорого Чего это я, мироед? У меня всё по-честному Хочешь, бери Хочешь, мимо проходи Это вон, сидр с вашего брата Три шкуры дерёт Не человек, а монстр какой-то Ну да ладно, оставим лирику Слушай, тут в последние месяцы Три херня какая-то творится Сталкеры пропадать стали Не только новички Но и матёрые ветераны Иногда трупы находят чаще Вообще с концами А третьего Дня Спайка Нашли в зоне Без оружия Без снаряги Сухонький Как Рамсес второй Так вот Спайк был Не первым исчезнувшим сталкером Ведущим И не вторым С этого момента подробнее Сколько трупов И где нашли Кто нашёл Сколько народу вообще пропало Где последний раз видели Сколько всего сталкеров пропало Я тебе сказать не могу Сам понимаешь Это Учёта никакого нет В зону Много любителей Заработать по-быстрому Лезет Будто здесь Мёдом намазано Ну и мрут как мухи На это никто Внимание не обращает А вот когда ветераны Исчезают Тут по неволе За голову возьмёшься Эту тему лучше С лидерами кланов Перетереть Ну а моим бойцам Ну а по моим бойцам Сказать могу У меня пропало Семь групп Состав Три человека Три, четыре Обалдеть Это получается около Двадцати человек Старший Розин Финн Мордор Матвейдж Гуталин Седой И Сенек Картавый Фух Прям весь зоопарк собран И Матвейдж с мародёром Пропали Ну дела А Розина Вон на болотах Нашли Мёртвого Разумеется Без снаряжения Во всяком случае Без оружия И ПДА а поэтому сообщение о смерти по сети не пришло. Остальные сгинули с концами. Если надо, я инфу соберу, где их в последний раз видели. Есть еще странные трупы, но это уже не мои клиенты. И практически всегда в гибели сталкеров, чей труп находили, оказывается виноват кровосос. Кроме одного случая, четвертого по счету, когда рыжего Гриню нашли на кордоне со свернутой шеей. Считая Розина, жертв кровососа стало уже шесть. Я тут уже успел с Бурманом пообщаться. Так он мне тоже о пропавших сталкеров поведал и про высохшие трупы рассказал. Но он говорит, что причина гибели сталкеров неизвестна, а вот ты считаешь, что работа кровососа. Откуда такая уверенность? Так если тела повысыхали, значит кровосос всю кровь выпил, я так понимаю. Чтобы тело высохло, должно произойти его полное обезвоживание, а для этого необходимо длительное время и подходящие условия. Ну, так это, я и позвал тебя, чтобы ты разобрался с этим делом, а то я скоро без клиентов останусь. Хорошо, попробую еще народ расспросить. Во-во, расспроси, а я пока коридор тебе на ту сторону подготовлю. Ну беги, время, деньги. Еще успею набегаться. На, друзья, что тут происходит? Детектор артефактов у нас есть, представляете? Ну, не есть, я его можно купить, чего, разумеется, делать не буду. Да никто не берет эти саные копыты, кому же я их могу продать-то? Куда же пропадают сталкеры, м-м? Ладно, пойдем дальше. Может быть, сын Галины тоже пропал по вине этого нечто происходящего? Может быть, себе вполне. Я как раз таки зашел в эту деревню наоборот, чтобы найти сына Галины, но его тут не оказалось. Собрал я все ваши датчики, держите. Отлично. Я сейчас же займусь ими. А вы, Кайдан, можете быть свободны, если понадобится, то я вас найду. Хорошо, я займусь своими делами. Ам, вот так вот, да, то есть. А что мне делать, как бы? Зацепок по остальным квестам у меня нет. Поговорить со сталкерами. Может быть, надо в бар проследовать и поговорить с местными сталкерами. Может быть, они что-то нам расскажут. Не удивлюсь, если тут обнаружится логово кровососов каких-нибудь, которых надо будет перебить. Ну ладно, давай попробуем съездить до бара. Привет, ты знаешь что-нибудь о исчезнувших сталкеров и высохших трупах? Я? Откуда я могу знать? Может, слышал что? Ну так, всякое рассказываю. Только я думаю, что это все выдумки, так сказать, легенды зоны. Спасибо и на этом. Но я думаю, вы прекрасно знаете, у кого надо спрашивать, вот у этого алкаша. Что, парни, еще вопросы имеются? Угадал, что ты можешь сказать о гибели опытных сталкеров за последнее время? Ууу, куда заглянул? Куда загнул? Я много чего знаю, но это... Ну а все же... Конечно, у моей головы есть некоторые мыслишки. Так поделись, если мысль стоящая. А то в накладке не останешься. Бутылку сейчас попросит, это же понятно. Ну, я вот думаю, что этого ученые вывели, какого-то нового монстра, и теперь испытывают его способности на сталкерах. Так это может делать давно всем известный кровосос? Нет, кровосос здесь отдыхает. Это совсем новая тварь, это я тебе точно говорю. Очень интересная версия. Ладно, держи, заработал. Аммм, блин, можно было просто бутылку ему дать, которая стоит вроде как дешевле. Ладно. Ну блин, что мне это дает? Особо как-то... Здорово, могу задать один вопрос? Давай худейсь, если есть бабки. Да что все бабки-то СМИ требуют? Бабки будут, если услышу от тебя стоящий ответ. Ну так спрашивай. Что тебе известно про исчезновение сталкеров в зоне за последнее время? Ха! Да не просто известно, а я точно знаю, кто это делает. Неужели? Ты вот послушай, что мне недавно рассказал один знакомый Чистонебовец. Кирий зовут. Как-то он вместе с отрядом шел с кордона на южный хутор. Был обычный вечер, но когда пришли, уже настала ночь. Все легли спать, а он все не мог найти себе место и решил пойти на механизаторский двор. Путь близкий, но на подходе, так сказать, метров 200 от двора, он увидел странную тень. Сначала подумал, что это болотная тварь, и включил ПНВ. Впереди снова мелькнула тень. Он зарядил Сайгу, прицелился и увидел, что эта тень бежит на него. Мужик даже не успел отреагировать, как Сайга отлетела в сторону, а сам он лежал на земле. На нем сидела странная фигура в черном плаще и с длинными волосами, а зубы были, как у вампира. Кири приготовился к смерти, но вдруг раздался выстрел, а вампир этот отлетел. Он увидел двух сталкеров, выбежавших из темноты со стороны механизаторского двора. А самого вампира и след простыл. Кири был в шоке от того, что произошло. Неожиданная помощь, то от него бы уже тоже остался высохший труп. Ты хочешь сказать, что именно этот вампир в черном плаще виноват в гибели и исчезновении сталкеров? Его работа больше некому. Ну что ж, держи, заработал. Там, задание обновлено, поговорить со сталкерами. Так, а что делать? Дальше разговаривать, я так понимаю? В последние месяцы три херня какая-то творится. Сталкеры пропадать стали не только новички, но и матерые ветераны. Иногда трупы находят, чаще всего вообще с концами. Выяснилось, что это или кто? Чьих рук это делал? Эй, а чё с картой-то? Так, может ты чё не скажешь? Так, а чё дальше? Здорово! Сразу скажу, порадовать нечем. Народ то сказки какие-то про волосатых вампиров рассказывает, то про учёных, которые нового монстра вывели. Зацепиться пока не за что. Возможно, на месте что-то поймёшь. Из всех случаев точно известно место гибели только одного. Розана. Или Розена, я вот я не понимаю. Пойдёшь на болото, там тебя ребята встретят и на место проводят. Старший у них стамп. Ты, крохобор, хочешь, чтобы я на другой конец зоны отправился? Я предполагал, что моя миссия... Я предполагал, что моя миссия ограничится восточным каньоном и перелегающими территориями. Чего это Роза наш на болото занесло? Хм, вампиры на болотах. Хе-хей, не боись, Кайдан. Далеко идти не придётся. В пещере, что неподалёку отсюда, телепортик открыт и перенесёт тебя прямиком на болото. Вот так-то. Там же был переход в пещеру и госпиталь. Был, да сплыл, тот теперь исчез. Через пару недель после твоего ухода из зоны. Теперь появился другой, обнаружили его совершенно случайно. Теперь становится понятно, откуда в той пещере взялись ренегатовцы. Какие ренегатовцы? Да, был тут делал, недавно пришлось помочь одному солдатику, которого избили и ограбили известные... Неизвестные братки. Я нашёл их в этой пещере и наказал. Так вот, все они были из бандитской группировки ренегаты. Но, насколько я знаю, группировка ренегаты распалась. Значит, не вся распалась. Кое-что осталось. Ладно, разберёмся. Разберёшься, не сомневаюсь. Телепорт бы хоть... Телепорт хоть действует в обе стороны? Да, в обе. Ещё вопрос. Как со снарягой? С серьёзной снарягой, как видишь, туго. Но на болотах ребята уже кое-что для тебя подготовили. Координаты, место встречи на твой ПДА я уже сбросил. А для начала немного купюр держи. Спасибо, договорились. Пять тысяч. Ну, нормально. Что, пять тысяч? Тоже для чего-нибудь пригодится. И он стал, наконец-таки, продавать патроны. Дозиметр. Давай прикупим немного патронов, может быть, для нашего ружьишка. Да, стоят они, конечно, копейки. Ну, что делать? Давай, сколько... Где у тебя дробь? Немного совсем дроби. Вот дробь. Стоит она не дороже остальных. А вот пятьдесят дроби. Две двести. Ну, спасибо и на этом. Пока, корда... Ой, как тебе там? Крахобор. Ну, имя, слушайте, даже хрен запомнишь. Давай уберем сюда ноги в руки, потому что они реально много весят, а продавать их нельзя. Во всяком случае, пока. Вот, патроны, я так понимаю, тоже нельзя продавать. А, можно. Почему это нет? Вот, пожалуйста, 1480 я еще и гранаты случайно продал. Ну, что, дорогие друзья, я думаю, что на этом мы можем заканчивать. Да, в следующий раз, в следующей серии мы уже с вами отправимся. Отправимся. На болото. Где это? Как это далеко от нас? Ну, вообще далековато, да, прям. Ух. И правда, в другом конце зоны. Если вам понравилось это видео, не забывайте его оценивать. Не забывайте подписываться на канал, если вы тут впервые. А также, вы мне очень сильно поможете, если сделаете репост этого видео себе в социальные сети. С вами был Мануэль. Всего вам доброго. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok